Приветствую вас, Екатерина. Я думаю, что таким вот достаточно важным моментом в вашем вопросе является то, что фактически вы хотите играть в игру мужчины. Мне кажется, это очень такой небезопасный для вас путь, потому что, во-первых, можно разочароваться, можно разочароваться как самостоятельно. Ну, в себе, так и в мужчине, это первое. Второе, можно разочаровать мужчину, вот, ну потому что может же не получиться. Все время человека как-то вот заинтересовывать, да? Может же быть некоторые приседания в этом вопросе. Вот, что как бы нормально, что как бы логично. И получается, что все время вам нужно быть... Ну, все время вам нужно быть у напряжения. У напряжения. Вот, мне кажется, что это... Появится вас в какой-то степени дискредитирует, а то и вообще дискредитирует вас достаточно сильно. Вот. По крайней мере, мне так кажется и мне так, по крайней мере, видится. С точки зрения, вот, ну, психологии общения, например, с точки зрения психологии взаимодействия, например. И, соответственно, это вопрос, это вопрос, в первую очередь, наверное, к вам. Вот. Вопрос к вам относительно того, как вот вы в целом, в целом выстраиваете отношения с мужчиной, да? Почему вы пытаетесь мужчин именно заинтересовывать? Да еще и, ну, такими вот способами, я бы сказал, не то, чтобы... Какими-то вот плохими способами. Нет, я не хочу сказать, что это плохие способы. Я хочу сказать, что это способы, которые немножко отдалены от искренности. Ваши. То есть, почему, например, просто не быть, например, собой, да? Вот. Ну, просто вот не быть собой. И просто не взаимодействовать с человеком, ну, будучи собой. Вот. Таким образом можно с уверенностью сказать, что самый лучший способ заинтересовать мужчин, или что-то интересовать человека, это быть собой и говорить о тех вещах, которые ему важны. Вот. А говорить о тех вещах, которые ему интересны. Вот. К примеру. Да, для этого, безусловно, потребуется узнать его интересы, хотя бы, хотя бы. Вот. Узнать интересы человека. Узнать то, что ему нравится, узнать то, что, ну, какие у него вкусы, и тогда это бы. Ну, идея здесь, она вот, в принципе, ну, наверное, 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 идея здесь такая, вот. Как мне, ну, как мне видится. В первую очередь, конечно же. И побыстрее перевести общение в, скажем так, живое, то есть не заострять внимание на переписках. Вот. Например, например. То есть это, на мой взгляд, важнее, на мой взгляд, это ценнее. Вот, потому что все-таки по переписке общение не совсем, естественно, не совсем живое. Вот. И полностью человек раскрыться не может. Ну, вот. В... Такого рода общение. Как мне кажется и как не видится. Вот. Конечно, у вас может быть другая позиция, конечно, у вас может быть другая точка времени. И вы, на мой взгляд, имеете на это полное право. Вот. То есть вы имеете полное право, имеете вот, ну, свою точку времени, свою позицию. Но мне кажется, что... Просто вот, немножечко, не в ту сторону вы двигаетесь. Когда, пытаетесь, по переписке, по переписке, по переписке, кого-то заинтересовать. Не менее важным, как мне кажется, моментом, здесь, могло бы быть следующее. Ваши чувства. Ваши чувства к человеку. О чем я здесь говорю? Чувства к человеку. Что это значит? Это означает то, чтобы вы, например, ориентировались на свои чувства к мужчине. То, что вам для него, например, ну, для мужчин хочется, вот правда, что вам хочется для мужчин, чего вы или не хотите? И хотите ли вы вообще чего-то для него? Для мужчин, не имею в виду. Вот. Если хочется чего-то для мужчин, то лучшее, что вы можете сделать, это выразить. Лучше, что вы можете сделать, это проявить. Лучше, что вы можете сделать, это выразить этот момент. Как-то его разместить в контакте с мужчиной. Вот. Если человек будет чувствовать, ну, вот, по отношению к себе, простите, искренность, неподдельную искренность, если будет чувствовать человек, то, на мой взгляд, вы имеете все шансы его заинтересовать, на мой взгляд. Потому что, в первую очередь, именно искренность. В первую очередь, именно чувственность. Чувственность заинтересовывает, в первую очередь, именно некоторая эмоциональность. Вот. А не подбор каких-то тем, которые вот либо выстрелят, либо нет. Вот. Поэтому здесь, на мой взгляд, в какой-то степени, одновременно все проще и в то же время сложнее. Вот. Проще, потому что вам нужно всего лишь ориентироваться на себя. Вот. Поэтому проще. А сложнее, потому что, может быть, такая история, что, ну, мужчина вас не примет. Вот. То есть, ну, он не примет именно вот, именно вот ваши чувства. Да? То, что, к примеру, вам интересно, то, что вам вот вдохновляет. Или вашу симпатию к нему он не примет. Вот. То есть, такой вот, такой тоже может быть, к сожалению. И вы в какой-то степени рискуете оказаться отвернутой. И рискуете, ну, как бы вот, почувствовать боль, я бы сказал, здесь. То есть, ну, именно вот, что вам может быть больно. Вот. И если вы не знаете, например, как с болью обращался к своей, вот, то могут быть проблемы. Могут быть серьезные проблемы. Потому что, ну, боль просто может вас убивать и не страдать. И так же мешать вам жить. К сожалению. Вот. Поэтому, тут вот же есть, на мой взгляд, такая важная история, на которую нужно обратить вам свое внимание. Вот. Следующее. На что хотелось бы обратить ваше внимание. Это довольно большая разница в возрасте между вами и мужчиной. Нет. Я ничего не имею против того, чтобы люди разных возрастов друг с другом взаимодействовали. Правда. Но. Есть нюансы. Дело в том, что, с точки зрения психологии, подобный выбор, подобный выбор мужчины может быть с вашей стороны связан с тем, что вы ищите безсознительно или, может быть, вполне себе осознительно, родителям, партнерам. Родители, партнеры, это про опору, это про защиту, про защищенность, точнее. Вот. И, соответственно, это некоторая зависимость от человека. Вот. Это имеет прямое отношение, я бы сказал, это имеет прямое отношение к вопросу о том, что вы чувствуете к человеку. Вот. Потому что, ну, как бы, если вы к человеку, например, чувствуете симпатию, да, если вы к человеку чувствуете, ну, какую-то нежность, тепло, то это одно. Ну, а если вы к человеку чувствуете, там, влечение, вас к нему тянет, вы, там, без него, там, ну, условно, не можете и прочее, что-то немножко другое. Вот. Опять же, здесь, может быть, как, что-то позитивное, да, вот, но так и что-то негативное, к сожалению, тоже может быть. А именно, вот, если мы говорим о негативном, то, а, может быть, момент связанный именно с, а, вот, ну, с, а, зависимость определенного рода. Вот. Это именно, вот, что может быть, может быть зависимость. Вот. И, соответственно, если это зависимость, а, вот, то, на мой взгляд, а, с этим уже нужно работать. Что такое зависимость? Зависимость, это, а, связь, а, желание, а, вот, а, ну, желание, а, своего собственного, со человеком. Это нормально, а, до определенного момента, это, это более, чем нормально. Но, вот, есть, а, некоторые, скажем так, формы или объемы, а, таких аспектов, когда, а, человек начинает терять себя. Вот. Вот. И, соответственно, мне бы этого не хотелось, вот, чтобы вы, например, себя потеряли, да? Вот это мы вам тоже, поэтому, а, нет ничего, а, плохого, допустим, в том, что вы, а, человека заинтересованы в идее. Ну, важно то, как вы это делаете. Вот. То есть, важно то, как вы заинтересовываете человека, каким образом это происходит. Вот. Потому что, если это происходит, ну, вот, а, путем какого-то, вот, ну, не знаю, путем какого-то принижения или обостынивания себя, допустим, вот, то ничего хорошего с этого не получится, это очевидно. Вот. Мужчина, он, рано или поздно почувствует, что вы от него зависите и начнет, ну, как-то этим пользоваться, да? При том, при том, что, ну, не потому что он плохой такой, вот, грубо говоря. Не потому что он такой вот негодяя и так далее, нет, а просто потому что такая форма у него есть. Ну, вот, это тоже важно, важно, как мне кажется, пониматься, чтобы, ну, не жить в определенных иллюзиях, не быть в них. Вот. Поэтому старайтесь кого-то заинтересовать, не учитывать все эти моменты. Вот. И основной момент – это ваша самостоятельность, ваша независимость. Под самостоятельностью и независимостью я не понимаю обталкивания человека. Под самостоятельностью и независимостью я не понимаю какое-то поведение, ну, как сказать, от, ну, например, обесценивающегося, ну, другого человека, да? Я хочу, чтобы вы это обязательно увидели и почувствовали. Под независимостью я понимаю осознавание своих переживаний и выражение этого. Вот. Человек. Под независимостью я подразумеваю возможность создаться собой. Вот. Возможность создаться собой. Возможность быть собой. В отношениях. Вот. И, как бы, на мой взгляд это было основное. Вот. То, что я хотел вам донести. Вот. Сейчас. С точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Это было основное. С точки зрения психотерапии. Никто не скажет здесь и сейчас, как вам человека заинтересовать. По той простой причине, что мы его не знаем. То есть, ну, в какой-то степени здесь все довольно просто. Мы человек не знаем, мы не знаем кто он. Вы его, там, плюс-минус, вы его плюс-минус знаете. Вот. И плюс-минус отдаете себе отчет, что это за человек, что он хочет. Вот. Чем он увлекает, чем он занимает, кто он вообще. Вот. Поэтому, сейчас, вот, говорить о том, чтобы его заинтересовать, на мой взгляд, достаточно затруднительно. Ну, потому что, как бы, вот. Есть такие нюансы. Вот. Я бы больше рада вас вопросом от вида сэнер. Вот. Витая сэнер. Это вида сэнер. Какая? Я бы рада вас вот таким вопросом. Я бы сама. Какая? Эээ. Я бы сама. Эээ. Чего хочу. Эээ. Я бы, я бы вот так спросил. Эээ. Мне-то самой. Эээ. Ну вот. Эээ. Что, что нужно. Мне-то самой. Что интересно. Эээ. Понимаете? Эээ. То-то. Эээ. Это пожалуй. То сэээ. Эээ. 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 уже опираясь на данный аспект, я бы вот дальше бы смотрел стратегию поведения. С учетом особенностей ваших, с учетом как бы ваших сильных или слабых сторон и соответственно как бы, а дальше уже было бы, ну, наверное, как-то вот более-то ситуация ясна, вот, как мне кажется сейчас, вот с точки зрения, ну, с точки зрения моей, да, и с точки зрения психологии. Вот, понятно, что некоторые нюансы всегда будут присутствовать, это понятно безусловно. Понятно, что некоторые аспекты всегда будут иметь место, это понятно, вот. Я надеюсь только, что, ну, вы услышали мои мысли, я надеюсь, что вы сделаете какие-то выводы, опираясь на свою реакцию уже на то, что я сказал. Вот, потому что, ну, как мне кажется, вот, то, что у меня было озвучено, это все-таки больше про такую, знаете, заботу о вас, это больше про, ну, попытку вас, вот, как-то, ну, если не защитить, да, то хотя бы обезопасить, ну, вот, хотя бы сэкономить какие-то ваши ресурсы, да, чтобы они не были потрачены, там, штуру и так далее. Ну, и хотя, я считаю, что боль человеку нужна, чтобы развиваться, я считаю, что, ну, без этого, без этого невозможно, невозможно, невозможно расти, невозможно вырасти без этого, вот, несмотря на то, что я так считаю, все-таки личная боль, она, ну, никому не нужна, личная боль, если можно, как бы, не болеть, то лучше не болеть. Иными словами, если вы, ну, допустим, сейчас, к пример, к пример, будете работать над собой, вот, если вы будете это делать, то у вас появится реальная возможность не болеть. Вот, 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 вот появится реальная возможность некоторой такой вот болезненности избежать, вот. При том, что он менее, как бы, менее, ну, менее сложно не будет. То есть, ну, не будет сложно здесь, будет сложно где-то в другом, где-то в другом месте, где-то вот в других аспектах, вполне себе может, может быть сложно. Ну, как же, поэтому, как бы, вот, хотел, я бы хотел, чтобы вы это имели в виду, вот. Какой-то вот такой ответ я бы мог вам дать, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, с точки зрения моих, ну, вот, взглядов, вот, с точки зрения, моих, значит, ну, вот, ценностей, да, каких-то, и, соответственно, с точки зрения, вот, с того, как я, как я, вот, вот, ну, вижу работу, работу, ну, например, нашу фэмер работу, как я вижу, допустим. Вот, я не знаю, будем ли мне работать, но вот, то, как я это вижу, вот, примерно так, примерно вот, ну, в таком контексте я ее вижу. Вот, буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу, что позволит вам, я надеюсь, начать работу над собой, вот, я надеюсь, что это поможет вам, двигаться дальше, вот, и надеюсь, что у меня получилось ответить вам на вопросы, которые вы задавали. Желаю вам всего самого добра.